Пожалуйста, положи для меня, меня ноу, свой мешок. А я залезу на табуретку и прочту тебе свой стишок. Всем доброго времени суток, ребята! Меня зовут Раиль Арсланов, и вы попали в хижину музыканта. Вы попали по-крупному, ребята. Почему? Потому что вы научитесь играть с песню артиста Нойз МС «Грабля». Сейчас слушаем мой кавер на эту песню, и сразу же незамедлительно приступаем к разбору. Поехали! Поехали! В этом году я вел себя плохо, не слушался, так себе кушал. Дедушка, ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил слова нехорошие, а те, что дал, все нарушил. Ноль выводов из ошибок прошлого, только выводы к новому грешков еще взял на душу. Хулиганил, дразнился, дрался, напивался, буянил по полный жёг. Каким был, таким и остался, по-другому не смог. Пожалуйста, положи для меня, меня, ну, свой мешок, а я залезу на табуретку и прочту тебе спустяшок. Я всё исправлю, починю и налажу. Есть и снег новогодний, нам наш слагод не играл и не ляжет. Так что я не замечу до боли знакомых зубцов, как подошь моей. Есть и следующий год, как всегда, снова грубый окажется в прошлый. Я хотел бы найти себя утром подниму. Ребята, начнем наш разбор с того, что посмотрим соло, с которым начинается песня. И в оригинале это соло звучит на синтезаторе, как вы помните, на таком клавишном инструменте. И это соло повторяется после каждого припева. Поэтому вам желательно его хорошенько выучить, отточить и потом играть. Играем при помощи пальцев, фингерстайл стиль. Зажимаем второй лад на шестой и второй струне. То есть берем баре абсолютно по всем струнам. Нам только нужна вторая и шестая струна. Сначала шестую дергаем, потом вторую и зажимаем первую струну на четвертом и пятом ладу. Но это все в ритм нужно теперь облечь и звучит это так. То есть шестая, вторая, четвертая, пятая. Шестая дольше звучит. Вторая коротка, четвертая и пятая потом. Потом дергаем пятую открытую и так же опять второй лад второй струны. То есть пятая, потом вторая струна, открытая первая на втором ладу и слайд на четвертый лад. И сразу зажимаем четвертый лад пятой струны. Получается. И желательно бары зажать не с пятой по первую струну, а с шестой по первую. Потому что когда вот так зажимаем, потом вот здесь. Вот это. Вторая струна на четвертом ладу не звучит. Не знаю. Как у вас, у меня частенько не звучало. И поэтому приходилось еще раз, еще раз заново переписывать. Ну у всех конструкции пальцев, хотел сказать. Фаланги пальцев разные, поэтому нужно свой размер подбирать. Итого соединим сначала. Зажали, окей. Дальше третья струна на шестом ладу. Пока звучит пятый лад, четвертый лад пятой струны. Потом на пятом ладу вторая струна, на седьмом, на пятом снова и на четвертом ладу. И резко перебрасываем опять сюда. То есть получается вот. Ждем. Потом. И прыгаем опять на шестой лад. Еще раз повторим. Здесь считаем до трех, вот на этой ноте. То есть зажали. Раз, два, три, четыре. На четвертую уже вот это. На четвертую долю играем. Вот это соло. И дальше резко прыгаем сюда. На второй лад. Дергаем шестую струну. И повторяем опять-таки начальный риф. Тут уже можно вниз. То есть без баррэ до шестого, до пятого можно баррэ. И дальше игра. То есть зажимаем вторую струну на пятом ладу. Первую на седьмом, на пятом, на четвертом и открываем. И что у нас получается? Три. То есть и здесь считаем до трех. И на четвертую долю уже играем вот это. И заново прыгаем на шестой лад. Вот этот прыжок, наверное, самый сложный. И вот это неудобное место. И еще ожидание, ожидание психологическое, да? Теперь попробуем соединить целиком. Поехали. Ну и так далее. И в конце, когда доиграли. Два. Три. Сразу берем аккорд F, диэс минор. Тонику нашей песни. Ми взяли и сразу аккорд F, диэс минор. Вот и все. В принципе, соло разобрались. Теперь нужно сыграть куплет. Аккорды F, диэс минор. На втором ладу. Баррэ на втором. И зажимаем пятую и четвертую струну на четвертом ладу. Дальше аккорд А. На пятом ладу при помощи барра также можно взять. Или же можете взять при помощи простого аккорда, который вы уже знаете. Аккорд до, диэс минор. Нижняя посадка с пятой струны только проводим. Вот и все. Вот эти три аккорда используются туда-сюда, в обратку. И учить даже ничего не надо в этом плане. Бой такой. Тоже чуть-чуть такой синкопированный получается аккорд F, диэс минор. Чисто на нем посмотрим этот бой целиком. Попробуем теперь разделить наш бой нормально на аккорд F, диэс минор и на А пополам. А на С, М целиком играть нужно его. То есть... Заметили, кстати, в конце вот этот удар вниз-сверх-вниз-сверх, он такой сглаженный получается. И не всегда играется только на звучащих. То есть... Потому что вы не сможете здесь дозвучать и резко перейти на F, диэс минор. Но если сможете, вы мастер. Но в основном это хитрится таким образом, просто когда перелетаете, играете в правой руке эти удары. То есть... Последнее вниз-сверх я уже сделал не на звучащих, а в полете. Итого, попробуем сейчас с этой фишкой. Вниз-сверх, да, в конце. Вот этот наш бой, видите, в конце удары вниз-сверх нужно на блокированных струнах. То есть не на зажатых, не на зажатых, а просто... Хоть где. Итого, теперь попробую сыграть на полностью зажатых. В чем прикол будет. Заметили, да? Не всегда у меня это тоже получается. Я более расслабленно играю. И последний удар иногда, кстати, приходится на перелет. Смотрите, где вступает голос. Он всегда позже. После удара вниз. То есть... В этом году я вел себя плохо, не слушался, так себе кушал. Дедушка, ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил слова нехорошие, а те, что дал, все наружи. Ноль поводов из-за ошибок прошлого, только выводок новых грешков еще взял на душу. Хулиганил, дразнился, дрался, напивался, пуянил. По полный жог. Каким был, таким и остался. По-другому не смог. Пожалуйста, положи для меня, меня, ноу свой мешок. А я залезу на табуретку и прочту тебе свой стишок. Да. Пол. Куплеты играем на F-диас миноре, на А-аккорде и на С-диас миноре. А вторую часть также два раза играем на А, F-диас миноре и на С-диас миноре. То есть в обратку идем. Просто местами поменяли F-диас минор аккорд и аккорд А. Ну это легко запомнить. И везде так будет, кстати. Везде. По гармонии так, ребята. Как сориентироваться и вообще начать точно петь, точно попадать? Сначала поем без гитары под нойза. Учим все паузы, где он останавливается, где быстрее говорит. В основном там есть паузы в конце каждой строчки. Потом уже пробуем под гитару. Можно вот так брать. В этом году я вел себя плохо, не слушался, так себе кушал. Дедушка, ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил слова нехорошие, а те, что дал, все нарушил. Ноль выводов из ошибок прошлого, только выводок новых грешков еще взял на душу. Вот это сложное место немножечко. То есть по одному удару на каждом аккорде делайте. И чтобы аккорды шли ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не сбиваясь, как под метроном. Можете его включить, кстати. А в голосе уже чуть-чуть там ускорение, замедление. И не в тему попадания в аккорды происходит. Но к этому нужно привыкать. То есть у вас рука делает одно дело, вокал делает другое. И все должно получиться. Просто тренировки, ребята. Все получится. Это еще не самое сложное. Приступаем дальше к припеву. Поехали. Бой такой же. Просто убираем эти короткие расслабления левой руки. Оставляем полные звучащие удары. Вот и все. То есть бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. ЦМ. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Поем. Начинаем за такты, кстати, петь. Хоп-хоп-хоп. И аккорд М, Дес, минус, стопает. Я все исправлю, починю и налажу. Есть и снег новогодний, на прошлогодний, грабли не ляжет. Так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Есть и следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым. Что петь в голосе, ребята? В припеве. Вторая струна на втором ладу. До, 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 си, ля. Я все исправлю. Дальше четвертая струна. Ми. Опять вторая струна. До, 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 си, до. До, Дес точнее. Починю и налажу. Дальше что? Дальше пятая струна на четвертом ладу. Потом опять до, Дес. Ну, в октаву до, Дес. И здесь до, Дес. Вот это примерная мелодия. Не знаю, сколько раз там дерну. Так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. То есть играем соль, дес, ля между собой. Потом четвертый лад четвертой струны и второй лад. И снова четвертый лад и первый лад третьей струны. Так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Потом еще раз. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым. Или прошлым вниз на ми. То же самое. Вот и все. После этого припева начинается опять проигрыш. На тех же аккордах, которые мы прошли. Но здесь нойз издает звуки больные. Можете тоже там помычать, покричать. Или сыграть опять мелодию. Но я не играл, потому что тут есть остановки. И как будто бы развитие останавливается. Сразу начал второй куплет. Я хотел бы найти себя утром под елкой. Сильным, хорошим и добрым. В подарочной упаковке с локтями, лентой, прижатыми к ребрам. С чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким. Без желчных речей с подоплекой. Без глума над недалекими. Понявшим, принявшим, простившим и отпустившим. Челке у камина новая карма. Здесь нужно послушать. Может я чуть-чуть паузу перетянул. Но по сути это так. Когда начинается бой, не играем здесь коротко. Играем полноценный бой. На ваш выбор. Можете коротко играть, можете нет. Что и в первом куплете тоже. А сегодня красношубой всевышний. Это я похож, ребята. Многое на себя берешь, Раэль. Многое, многое. Какой из тебя всевышний. Здесь в оригинале со мной сыграет вот такую вот тему. То есть диссонанс создается. И это, если еще играть на электрогитаре, вообще здорово будет. Можете вот это самое играть и петь. Ну, петь, говорю, речитатив произносить. Но это сложно, ребята, потому что здесь один ритм, а там ровный в голосе идет. Я не смог, скажем так, долго и не парился. Лучше аккордами взял и сыграл. Ну, а вас, если получится, то пожалуйста. То есть я хотел бы найти себя утром поделкой. Сильным, хорошим и добрым. В подарочной упаковке с локтями, ленты, прижатыми к ребрам. То есть тренируйтесь. Тренируйтесь. Перебор какой. Зажимаем шестую струну на втором ладу, пятую на четвертом. И вторая струна на четвертом ладу. И дергаем шестую, пятую, вторую, первую. Все время вторую, первую нужно. Потом пятая открытая. Четвертая на втором ладу. И опять то же самое. И потом добавляем четвертую, четвертый лад пятой струны. И тоже вниз скатываемся. Пять, четыре, два, один. Все это, опять-таки, неровно должно быть. То есть там, па-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам. Ритм должен быть. И в это время поете. Нелегкое дело, сразу скажу. Но тренируйтесь, ребята. После этого идет затишье, где я играю те же самые аккорды, просто их заменяю вот здесь, более открытыми аккордами. То есть этот аккорд F-D-S-минор я беру здесь, на девятом ладу, открывая плюс первую струну. То есть на экране видите аккорд. Пятая на девятом ладу, четвертая, третья струна на одиннадцатом ладу. И на десятом ладу вторая струна. Потом аккорд А. То же самое, просто вторую и первую открываем еще. И аккорд С-М-D-S-минор. Также открываем первую струну. Звучит так очень красиво. И под это затишье поем припевку. Я все исправлю, Починю и налажу. Если снег новогодний, На прошлогодние грабли не ляжет. Так что я не замечу домой Знакомый с упсом под подошвой. Если следующий год, как всегда, Снова вдруг не окажется прошлым. Дальше начинается завывание ртом. Можно на тех же аккордах, Только здесь на аккорде F-D-S-минор. Не трогайте шестую струну. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Если хотите меня поддержать, ребята, Ставьте лайк и подписывайтесь на Хижин Музыканта. Развиваемся вместе, Идем вместе к новым вершинам, Осваиваем гитару на хорошем уровне. Учимся петь, учимся петь классные зажигательные песни. И радовать ваших друзей, знакомых, родителей и так далее. Сейчас в планах приобрести микрофон хороший. Если хотите меня поддержать материально, Специально направлю ваши средства на покупку микрофона и объектива для камер, Чтобы картинка была сочной. В описании под видео есть ссылка на донатство. Переходите. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»